Друзья, и для кого не секрет, что я являюсь профессиональным стандрайдером, а также прорайдером компании Вульф и Кадрет. Я участвовал в сотнях шоу и показательных выступлений по всей стране. И все это время, с 2015 года, на каждой площадке нашей необъятной страны со мной был он, мой лучший друг и надежный напарник. Мотард в большой буквы, Husqvarna 630 SMR. Нужно сразу оговориться, что такое, в моем понимании, супер-мото. Возможно, кто-то вам расскажет, или уже говорил, что супер-мото – это именно тот мотоцикл, с которого нужно учиться старт-райдингу. Но либо по глупости, либо по незнанию этот человек вряд ли понимает, что супер-мото – это не какая-нибудь там зачуханная бета или Yamaha Trigger или XT. Это настоящий боевой снаряд, на который без определенной подготовки лучше не садиться. А если уж сел, то нужно понимать, что на двух колесах эта техника вряд ли должна ездить, и ты должен быть к этому готов. Итак, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о моем стантовом мотоцикле. Это заводской Мотард семейства 600 кубов и более. Этот мотоцикл был произведен в Австрии компанией Husqvarna до того, как она пошла по рукам. И теперь она стала то ли BMW, то ли КТМом. Я уже, честно говоря, и сам запутался. Изначально была задача купить максимально надежный Мотард, чтобы не заниматься постоянными ремонтами и обслуживанием. Такие варианты, как перестройка кроссового мотоцикла путем надевания на него Мотардовских колес, меня на тот момент не устраивало, потому что это замена постоянно поршневой группы каждые 60 моточасов, постоянные перегревы и это слишком дерганный мотор, который для начального уровня стандрайдинга на тот момент мне не подходил. Сейчас, да, в принципе, я бы уже мог пересесть, наверное, такую технику и, наверное, скорее всего прогрызнул бы. Но на тот момент это был вариант 100 из 100. Чтобы вы понимали, сейчас на этом мотоцикле счетчик моточасов показывает 226 часов. И это далеко не та цифра, которая на самом деле, потому что этот счетчик ставился не сначала эксплуатации этого мотоцикла, а примерно где-то я уже часов 60 на нем проехал. Так что где-то часов 300 плюс на нем есть на этом моторе. Я туда ни разу не лазил, ничего не делал. То есть это говорит само за себя. Теперь самое интересное, что на этом мотоцикле было переделано, установлено или просто выкинуто. Начнем с внешнего вида. Дизайн этот был разработан давным-давно одним моим хорошим приятелем, которого зовут Сергей Фольмер. Он нарисовал мне этого дракона. У меня менялись логотипы, много чего менялось, но этот дракон всегда остается на этом мотике. Также из основных внешних переделок было перетянуто седло, то есть оно было занижено, мы его сделали пожестче и добавили такой небольшой упор, чтобы можно было ездить в сидячем положении. Также из основных переделок был убран щиток вместе с фарой. Поменен он на обычную кроссовую табличку, что в принципе уменьшило вес, ну и мне вообще больше нравится, как он так стал выглядеть. Второй этап переделки этого мотоцикла это его защита. Поскольку это супер мото все приходилось сделать в принципе никуда не смотря, потому что клетку особо на этот мотоцикл не установить, потому что у него нет как такового крепления мотора в этом месте и вот такую какую-то массивную клетку как на спортивном мотоцикле сделать не удастся. Поэтому основной удар при падении на себя берет вот эта небольшая клетка, которую мы сами изобрели и сами изготовили и сюда вставили. Также руль, который я заказал уже не помню где, по-моему в Америке, сейчас таких рулей уже в принципе не найти. Я пробовал, их уже нет, но он реально толстый и он ни разу не подвел. Сколько этот мотик падал, было много всяких крышев, но вот реально что не сломалось это только руль. На мотоцикл был установлен раундбар эксклюзивный. Естественно обязательным элементом любого стантового мотоцикла являются тормоза. Чтобы продвигаться встаньте, тормоза должны работать идеально. На этом мотоцикле все было не сильно просто, потому что на любом мотарде установлены спицованные колеса. Ставить сюда четырехпоршневые суппорта не представляется возможным, так как даже посредством увеличения диаметра диска все равно сзади очень мало места между спицами и суппортом. Поэтому сюда возможно установить только плавающие суппорта, как у меня. Один у меня стоит в ногу, второй стоит в руку. Также есть установочный сетап под третий суппорт, но пока я им не пользуюсь. Это, как говорится, на перспективу. Эти суппорта установлены, по-моему, от Suzuki Katana или CB400. Короче говоря, какой-то классический мотоцикл. Дальше мастер-цилиндр дублера. Используется Magura 13 миллиметров через вот такой интересный переходник. Для чего он тут нужен? Дело в том, что на мотоцикле установлено гидравлическое сцепление, как вы видите, с большим бачком. И поставить сюда тормозную машинку не остается места. Поэтому пришлось... Я уже не помню, где-то я подсмотрел это, я не сам придумал. Поставил сюда вот такой переходник. И, в принципе, как видите, стало довольно-таки удобно. И настроек тут вообще в любых плоскостях можно крутить, как хочешь, под любые пальцы. Можно под такие большие, как у меня, можно под маленькие. Короче, настроек хватает. Что касается передних тормозов. Заводской мастер-цилиндр на руле я не менял, за исключением доработки ручки, чтобы она не соскакивала с пальцев. Супор здесь с завода стоит Brembo четырехпоршневой с большим диском, поэтому этого вполне достаточно. И, в принципе, передними тормозами я был всегда доволен. К ним вообще претензий никогда не было. Также на мотоцикле были полностью расписованы переднее и заднее колесо. Обода перекрашены в черно-красный цвет напополам. И добавлен мой хэштег. Как я уже и говорил, на этом моторе около 300 моточасов. В мотор не лазили, ничего не смотрели. Но изначально его пришлось настроить. Здесь в стоковой комплектации стояло две трубы больших. Во-первых, это лишний вес. Во-вторых, они стояли в аккурат там, где сейчас стоят задние подножки. Поэтому мне это дело пришлось убрать. Поставить вот такую лимитированную трубу Leo Winch и настроить мотор при помощи Power Commander. Но, естественно, в любом мотоцикле есть какие-то свои нюансы и заводские неполадки. Конкретно в этом моторе была одна очень большая проблема. При запрокидывании направо, то есть при дрифтах в правую сторону или там при трюке бензопилатом, я люблю его делать, закидывала сразу же картерные газы, которые выходили вот отсюда с этого места, закидывала все эти картерные газы, фильтр. В общем, здесь были лужи масла. Меня это категорически не устраивало и пришлось организовать такую интересную систему. Тоже она, в принципе, известна как Oil Catcher, но он адаптирован под слив в картер через вот такой интересный переходник. Как это работает? То есть масло улетает в Oil Catcher, дальше оно там стоит. Когда его надо слить, ты его не просто сливаешь, в бутылочку, а ты откручиваешь вот так вот эту крышечку аккуратно, да, и оно автоматически сливается у тебя в картер. Немного, где-то пару минут мы ждем, закрываем крышку, можно дальше гасить. Немного про органы управления и дизайна. Про гидравлическое сцепление и систему мастер-цилиндра я уже рассказал. Также на руле имеются вот такие интересные бачки резома со смайликами разными. В общем, они выполняют как декоративную функцию, так и противостирательную. То есть, когда падаешь с тормозной жидкостью, никогда ничего не произойдет. Недавно установил вот такие интересные ручки. Это ProTaper. Я думаю, что многие о них уже знают, но вот для меня это было открытием. Они крепятся на такой интересный фиксатор. Их никак не прокрутить, что левое, что правое. Меня все устраивает. Естественно, на мотоцикле, на любом настантовом и на моем в том числе, присутствует накрутка оборотов. У меня она выполнена вот таким вот образом. То есть, все просто. По часовой обороты поднимаются, против часовой обороты понижаются. Все механическое. Здесь я ничего не усложнял. Что касается подвесок этого мотоцикла. Задний амортизатор был полностью перебран, усилен, зажат на максимум. И только после этого он меня стал устраивать. Потому что для стандрайдинга нужна жесткая подвеска, чтобы не было большого хода. Передняя подвеска. Морзочи. Я, честно говоря, не ездил ни разу до этого на марзочи. Все нахваливали это марзочи. Говорили, что марзочи стиль. Если честно, марзочи. Полная марзочи, короче говоря. Потому что она меня полностью не устраивала. Колесо доходило при выполнении стопи. Практически доставало до крыла. Вилка была полностью разобрана. Специально под меня завели кастомные пружины. Усилили только после этих вот таких неимоверных каких-то трудов. меня более-менее стала она устраивать. Для сравнения, до этого я ездил на вилке Шова на Husqvarna 610. И она, на самом деле, работает намного лучше, чем эта вилка даже сейчас. На выступлениях или на соревнованиях или просто на площадке очень много вопросов обычно возникают про резину. Обычно всех стандради расспрашивают, на какой-то резине катаешься, какое давление и так далее. В общем, я расскажу, как это выглядит у меня. Задняя покрышка 160-60 R17. Это максимально широкая покрышка, которая может влечь в этот маятник. Давление в заднем колесе, на котором я катаюсь, варьируется от 2 до 4 в зависимости от свежести покрышки. Грубо говоря, на новой покрышке вот здесь сейчас накачано 2 килограмма. По мере износа я спускаюсь обычно, точнее поднимаюсь до 4. Но больше 4 обычно не поднимаюсь, врать не буду. Я долгое время ездил на резине Максис. Вы можете ее знать по велосипедам. У нас было с этой компанией в 2017 году совместное мероприятие. И короче говоря, они меня подсадили на эту резину, я долгое время ездил на ней. Она меня, в принципе, целиком устраивала, но она просто пропала из производства. Ее сейчас не купить. На данный момент я сотрудничаю с компанией Pirelli. Ну и не только поэтому. Во-первых, Pirelli, конечно, это совсем другой уровень, это не Максис. Сейчас езжу на вот такой покрышки Pirelli Scorpion Trail 2. Пока толком ничего сказать не могу. Сейчас пока все это находится в тестовом режиме. Но уже чувствую, что покрышка моя. Переднее колесо. Здесь, в принципе, все стандартно. 2,2 килограмма. Я всегда качал одно и то же давление. Здесь стоит Michelin. Пока еще не успел перепрыгнуть на Pirelli. В принципе, что касается Michelin, что я хочу посоветовать, грубо говоря, людям, которые сейчас стоят перед выбором, какую резину купить. Можете выбрать Michelin, но это пилот Power 2. Однокомпонентный. Не двухкомпонентный. Двухкомпонентный для стандартинга не сильно подходит, потому что по-разному резина нагревается. И если долго тренировать стопы, мотоцикл начинает, ну, что-то типа вести в сторону. Короче, игра я пробовал несколько раз и даже не докатывал до конца, выкидывал. В общем, однокомпонентный Michelin. Советую всем. Да, кстати, пацаны, в одном из следующих видео я буду показывать переделку одного из узлов этого мотоцикла. И тот, кто первый угадает, какой из узлов я буду переделывать, тот получит вот такой замечательный мультиспрей. Это что-то по типу VD, только примерно 800 раз лучше. Ну и, естественно, я упомяну об этом человеке в этом видосе. Поэтому комментируют, погнали. Итак, друзья, скорее всего, к этому моменту видео у вас уже возник вопрос, а почему именно Мотард? Скорее всего, вы можете услышать от суперэкспертов о том, что Мотард это все баловство. Но, во-первых, эти разговоры до того момента, пока они не почувствуют стокубовую поршень у себя под задницей. А во-вторых, такие разговоры обычно ведут любители некрофилии и, допустим, Kawasaki 636 2000 лохматого года, ну или Honda F4i, который, в принципе, уже один путь туда. Нет, ребята, я считаю, что до такой техники, как Мотард, нужно дорасти. Лично я до того, как пересел на Мотард, катался на таких мотоциклах, как Honda Fireblade и Yamaha R1. Ну и, как я считаю, целиком отбившись, я дошел до Мотарда, влюбился в эту технику и до сих пор ему не изменяю. В заключении хотелось бы сказать о плюсах и минусах Супер Мото для стандрайдинга. Итак, основной плюс Супер Мото перед спортивным мотоциклом в стандрайдинге это, естественно, эксклюзивность, потому что мало ребят катают стандрайдинг на Супер Мото, это смотрится необычно и ты всегда в компании стандрайдеров, скорее всего, будешь эксклюзивен. Второе, это его вес. Обычно Мотард весит сильно меньше, чем любой спортивный мотоцикл, но это обычно. Конкретно этот Мотард весит 164 килограмма, что всего лишь на 15-20 килограмм легче спортивного мотоцикла, но, тем не менее, это плюс. Третий довольно-таки существенный плюс в трюках, именно в трюках, да, это стопи, потому что угол подъема в стопе у Супер Мото меньше, чем у спортивного мотоцикла, поэтому контролировать его проще и, в принципе, учиться, да, вот учиться стопи на Мотарде, я считаю, наверное, будет проще, чем на спортивном мотоцикле. Минусы Супер Мото. Естественно, основным минусом Мотарда перед спортивным мотоциклом является отсутствие бака. Почему это минус? Дело в том, что в стандрайдинге есть определенная группа трюков, которая выполняется только через бак. Поскольку бака, ну, он тут есть, естественно, но его нельзя сделать, да, там, какой-то сиденьем, там, и так далее. То есть перепрыжки через бак на этом мотоцикле в этих связках сделать будет невозможно, к сожалению. Второй минус, тот, который был плюсом в стопе, является минусом в вилле, потому что из-за длинной базы угол вхождения в круг на заднем колесе становится совсем другим, и балансировать на заднем колесе в circle вилле намного сложнее, чем на любом спортивном мотоцикле. Третий минус – это короткие передачи этого мотоцикла. То есть периодически возникают проблемы в дрифтах, потому что непонятно, на какой передаче их делать. Первый – мало, второй – много, не хватает. В бернауте тоже самое. Соответственно, третий минус – это короткие передачи. Так что вот такой у нас сегодня получился видос. Если у вас остались вопросы по моему мотоциклу, пишите коммент, я на все отвечу. Также не забудьте угадывать, какой из узлов я буду переделывать на своем мотоцикле в следующем видео. Оно уже будет совсем скоро. А с вами был Степан Маслов. Ставь лайк этому видео. Подписывайся на канал. Скоро увидимся.